Привет, друзья! С вами Geekbine по-русски, и сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор на Ulefone Power 5. Новый смартфон с гигантской батареей на 13 000 мАч. Ulefone Power построен на базе восьмиядерного 64-битного процессора MTK6763, имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, которую можно расширить SD-картой. Работает телефон под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo. Корпус смартфона выполнен из поликарбоната с металлическими вставками по бокам. Вес устройства около 334 грамм. Задняя поверхность имитирует кожу и очень приятно на ощупь. В верхней части расположилась двойная камера, основная камера на 21 Мп и вспомогательная на 5 Мп. Камера имеет оптический стабилизатор, авто-HDR и способна делать снимки в модном режиме Bokeh, который размывает фон первичного объекта съемки. На правом торце размещается дополнительная кнопка для активации камеры и диктофона, отзывчивый сканер отпечатка пальцев, кнопка выключения и качелька громкости. С левого боку разместился слот для двух nanoSIM или одной nanoSIM и одной карты памяти до 256 гигабайт. В нижней части вы найдете разговорный микрофон, USB Type-C и динамик. Спереди над дисплеем располагается еще одна двойная камера, которая помимо первоочередной задачи также служит в качестве сканера для разблокировки лицом. Оригиналы фото, как с передней, так и с задней камеры, вы можете найти по ссылке в описании. Смартфон обладает 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Дисплей сочный, яркий, не затемняется и не инвертируется под углами. Как уже было сказано ранее, у LeFone Power 5 обладает батареей на 13000 мАч, который при обычном использовании может хватить на период от 5 до 7 дней нормального использования. Под постоянной нагрузкой смартфон может проработать порядка 28 часов 19 минут. Процессор MTK6763 считается не самым мощным процессором, однако этот недостаток немного скомпенсирован большим количеством оперативной памяти. Таким образом, телефон справится с нагрузкой большинства современных игр с минимальной потерей кадров. На телефоне стоит чистый Android 8.1, практически без постороннего предустановленного софта. Все пункты, за исключением некоторых фичей от у LeFone, переведены корректно. Тесты бенчмарков показывают следующие результаты. Antutu показывает 82 919 баллов, а 3DMark 447 баллов. И на этом все. С вами был канал BigBine по-русски. Всего вам доброго и до свидания.